начать чего насчет чего ругаешься с молодежью а что ты с ней ругаешься что молодежь что тоже разные на взгляда имеет со всеми прямой ругаешься ну я так мечтаю что дальше понятно им выгодно это же кроме того бесплатный тренинг то есть treatment бесплатно их вооружений сейчас сейчас ходят слухи что северокорейцы хотят принять участие россия типа их может пригласить это для них три это для них тренинг воевать с американским оружием ну а кто то по вашему виноват во всем этом изначально и изначально то есть самые первые хронологически по времени изначально изначально сразу после первой мировой войны когда 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 злодеи коммунисты от истории ленин и троцкий подписали брестский мир по которому создали украину в абсолютно неадекватных границах отдав ей массу русских территорий вот чат херсонская была украине отдали часть кубани вашей часть современных белгородской воронежской областей а также донбассах а также донбасса харьков вот первые потом первые потом сталин вернул а значит донбасса харьков не вернул хотя по состоянию на 18 год этнический состав харькова был по соотношению великороссы малороссы то есть русские украинцы впоследствии был лучше чем этнический состав вашего города екатеринодара на тот момент однако и хоть и вот такая несправедливость была екатеринодар остался в россии в ссср а харьков который имел более лучший по количеству русских этнический состав оказался по злой воле этих большевиков ленина и троцкого в украине причем ли мы даже еще при ссср изучали в школе что ленин даже цинично заявлял но так не говорили цинично это как доблести преподносили но видно было ци вид виден был цинизм тогда мы помогли украине пролетариатом есть такая фраза знаменитая ленина не слышали да нет херсонская была считалась украиной при империи просто при империи украина как географическое понятие как урал но херсонская область была как раз в украине харьковской губернии не было в украине и отдали именно ленин с троцким как и донбасс как и луганской и донецкой области но это была российская империя в российской империи была такая территория как территориальное образование как украина то есть как не геополитическая чисто географическая как урал сейчас например вот херсонская область была херсонская губерния была в украине в основном а харьковской не было и донбасса не было современного если хотите если хотите махно махно там воевал да за установление коммунистического режима что-то непонятно вот вот в одине за красных тоже за как как и буденный всяких всякой это лупой денег он воевал за россию как он назывался что красные красные воевали за мировые коммунизм если 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 хотите кстати за хорошо ладно если вопросов больше нет спасибо за беседу всех благ жду на канале на какие темы беседовать тоже тоже конфиденциальная информация на какие темы беседуете на какие темы беседуете на какой я хочу вы вряд ли будете беседовать ну давайте нет давайте попробуем но я беседую на тему ингибирования в гомогенных процессах посредством бихроматов вряд ли будешь будете беседовать так что давайте ну давайте как вы думаете как изменяется константа скорости реакции при изменении порядка реакции с первого на второй ну вот видите не способны вы беседы давайте лучше давайте лучше на ваши темы у вас у вас есть вопросы интересные у нас есть вопросы очень интересные так задавайте сейчас там слайд крутанется пока можете по слайду потом заводите пока можете другой вопрос задать ну ладно ждите да 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 так наш харьков что подразумевает слово наш но сайт такой есть есть такая книжка что подразумевается допустим крык крым на есть такое выражение крык крым наш а это харьков наш правильно мыслишь да какая страна у меня страна канада так появились вопросы где там до харьков сайте харьков канадский вешал харьков будет канал к украину разделить по странам харьков будет канадский вы не слышали решение принято на западе какие будут играть до хоккейная команда будет харьки харьков мэйпл лифт харьков мэйпл лифт будет хоккейная команда ну да ночью как вы откуда из такого города из такого города скажите хоть москва москва хочешь вопрос по москве я задам на на знание москвы вы в каком в каком районе в москве живете есть не секрет как в каком районе в москве живете какая станция метро выходит на три города сразу по по разным выходом есть такая стаж да вот она уникальна и вообще в мире выходит на три города ладно не мучайся я дам ответ я понял комсомольская окей да нет комсомольская если бы логическое мышление то догадался да да но это не город город в нормальном понимании в атеичном станция котельники выходит москва любят свои котельники выход есть на в город любятся в город котельники едва выхода в москву а комсомольская площадь вот детку комсомольская площади вопрос если эти интересно сколько на комсомольске сколько на комсомольской площади замок московской железной дороги какой шли Московской На Комсомольской площади Вокзалов Московской Железной Дороги Сколько на Комсомольской площади Вы небось в общаге находитесь Где-нибудь на Воробьевых горах По-моему Нет? Ну ладно Или на ВДНХ там группа общаг есть Ну ладно, неважно Ладно, правильный ответ 2 Правильный ответ 2 И стелись на этом перекрестке Здравствуйте, стримите? Вот, можно А, ну А как ваш канал называется? Я подпишусь Да никак не называется Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Олег меня зовут Меня Сергей Очень приятно познакомиться А вы из Украины? Ну как сказать С освобожденных территорий А вы откуда? Я с Владивостока А, ну тогда привет Первой и Второй речки О, серьезно? Слин, вообще кайф Да я его вообще могу Назвать остановки Первая речка, вторая С вокзала Первая речка А вы были на Нейбу-то? Нет Я остановки не помню Первая речка, вторая речка Санаторная Океанская Блин, вообще кайф Вообще кайф Я был Я был Я был на мысе Чуркин Я помню Вам привет из Зари говорят Заря, помните? Заря Ну помню, да, да Так что это самое Как канал называется? Я подпишусь Я чисто для своих записываю Поэтому у меня нет стримов Ну ясно Ну хорошо Ну выкладывайте же видео, да? Пока только раздумываю А, не, ну у меня тоже канал есть Заходите, дам название Ну напишите в чат, если можно Сейчас напишу Заходите, подписывайтесь Сейчас А у вас написано Наш Харьков Да, да Вот, копируйте Вставите в поиск Ютуба Дэн Клуб Да Толян, забей Дэн Клуб Забей Через Е А то он через Э забьет Через Е Дэн Клуб Дэн, Дэн Клуб Ну, какие-нибудь вопросы Пока Толян забивает Какие-нибудь вопросы есть у вас? Да нет Я вообще-то с украинцами Общаюсь Я не знаю, как мы с вами Повсе попали Так у меня стоит просто VPN Украина А Это самое Ну, а на какие темы С украинцами общаетесь? Ну как? Я обычно спрашиваю Когда По их мнению Когда и чем закончится Обычно говорят, что Ну, я должен В Владивостоке Собирать вещи И скоро Это интересная тема Ну, а по-вашему Чем закончится? По-моему Подождите секунду Ваш диалог С Игорем Хартяник Ну Характерник Ну, есть у меня Такой диалог Да, есть Через диалог Это тот канал Подписывайте Через диалог Пускай Через диалог Пускай выходит на канал Там на эмблему Канала жмёт Ну, это Второй канал Пускай на первый Второй сейчас неактивный Пускай на первый Подписывайся Там разберётся Посмотри по каналу Какой активный Какой нет Ну Pendulum Pendulum Олег Да Pendulum Олег Это первый канал Если честно Скажу так Как я к этому отношусь Понятное дело Что любая Любая Война Спецоперация В любом случае Наши пацаны гибнут Наши гибнут Гибнут Люди из Донбасса И из Гулганской И так далее И так подобное Но я понимаю Зачем это всё сделано Это Многие Не совсем понимают Мы жили раньше Афпиген А сейчас должны Это всё хуже Мы жили Афигенно Потому что Скажем так Заранее Не Это всё дело Не Не увидели Точнее Может быть Видели Но Да Не очень Замечали Это не очень Было нам интересно Потому что За спиной Точнее У нас С левого боку Растёт антироссия Для многих Это очевидно Было Но при этом Никто не хотел Признавать Это Знаете И вот Хорошо Что у нас День вовремя Это подметил Ребята Надо Останавливать Вот мне так кажется Ну как Я перебью Перебью По моему По моему мнению Он ответил Не вовремя А крайне Запоздало Нужно было В четырнадцатом году Это дело Так что Слово Вовремя Здесь не подходит Знаете Я сейчас Просто не хочу Применять Такие слова Потому что Я хочу Чтобы Не было Никаких Негативных Мыслей И ощущений Просто Сейчас Ну я понял Да Это все Вы сказали Философски Любая война Заканчивается Мирным договором В каких Границах По вашему Останется Украина После Окончания Военных действий Я думаю В границах Украина Останется В границах Украины До Вот Всех Подарков Я имею Ввиду Вот Ну я понял Подарков Коммунистов И подарков Царей Брежнева Ну Брежнев Как раз Ничего не дарил А Крым Крым Это до Брежнева дарили Все приписывают Хрущеву Но Хрущев Это дело Лоббировал Но он не был На момент Передачи Крыма Первым лицом СССР Первым лицом Был Маленков А Я что-то Перекутал Крым В 54-м году Передали Причем Брежнев А Брежнев В 64-го Года То есть Через 10 лет Только Брежнев Брежнев Пришел в власть А через 10 лет После передачи Крыма Ну в общем Вы меня поняли Я вас понял Мне кажется Вот останется Это Украина Да Логично Логично Но это Слишком оптимистично Но Тем не менее Тоже логично Хорошо Нашел там Канаду Подписался Вдруг Коля Ты нашел Человек Все Подписался Несколько Все Жду вас на канале Всех благ Спасибо за беседу Проектор Проектор Против Ну у вас тоже Мастерская Прикольная Это Или это Гараж Нет Это театр А вы откуда Это Святительский Театр С Краснодаром Понял На какие темы Беседуйте Может вопрос У вас интересный Есть Да ну что В основном Беседуем На тему Веры Верит человек В победу Украины Или не верит Ну и соответственно Из этого Уже дальше Идет Выстраиваться Весь Из того Если верит То почему Если не верит То почему Ну и так бы Приходим К какому-то Консенсусу Так вы У меня Спрашиваете Что ли Или просто Информируете О своей Методике Дискурса Вы же Спросили Чем я занимаюсь Я понял Я понял Хорошо Ну так ко мне Есть вопросы Я понял Ну А вы Где живете Откуда будете В Алуйке Харьковской области Вот А вы Это Как За Украину Против Украины Вообще За эту операцию Или войну Против Против операции И против Войны И против Украины Вот так Против Украины Страна Почему Страна Почему Против Украины Чем она Так не угодила Потому что У меня есть Коронная фраза Украина Гнойная отрыжка Коммунистического Режима Ого Ничего себе Мощно На самом деле Почему Гнойная отрыжка Коммунистическим Особенно Вот Нет Во всей этой фразе Я Еще могу Понять Там Гнойная отрыжка Это все связано С ненавистью К народу К наследию А как Получилось Что это Именно Коммунистического Режима Это никак Не связано Никакой ненависть Нет ни к народу Ни к ленду А именно Коммунистический Режим Создал Украину Именно В этих Границах Которые У нас Существуют Вот Вы живете В Краснодаре Да А вы знаете Что Значит В 1918 году Когда Ленин С Троцким Совершили Это Преступление 20 века Я считаю Одно из главных Брестский мир Где отдали Русские земли УНР Такие Как часть Кубани Часть Ростовской Современной Воронежской Белгородской Областей Которые Потом Сталин Вернул Белгород В том числе А вот Еще пару-тройку Областей Турции Еще пару-тройку Областей Ирана За Болгару Слили Турция Ни при чем А вот Так я О чем Говорю Что На 1918 год Этнический Состав Харькова По соотношению Великоросса Малороссы Был лучше Чем Этнический Состав Екатеринодара То есть Великороссов В Харькове Было больше В процентах Чем В Екатеринодаре В вашем городе Однако Ленин И Стротским Отдали его ОНР И причем Потом Ленин Цинично Заявлял Что мы Помогли Украине Пролетариатам Такая вот Мы даже В школе Изучали Если вы Тоже Учились При СССР В школе Даже Не постеснялись Эту фразу Говорить Школьникам Прекрасная Прекрасная Пропаганда Прекрасная История Да Уж Сейчас Осознание Претет Просто Ну да Большевики Много Че Накваролесили Но Главное Преступление Это Брестский Мир Ну ладно Тут уже Даже у меня слов нет Я пошел Думать Ну думайте Спасибо за беседу Всех благ Да дураковаля Разговаривать Разговаривать Почему же Тогда Утилитарным Государством Правильно Утилитарное Государство Правильно Великобритания Утилитарное Государство Германия Утилитарное Государство У них Есть Один В соседней Стране 70 миллионов Они Нас Ненавидят За это За то Что мы Живем Хорошо Ненавидят И будут Ненавидеть Всегда Просто Потому что Мы есть И живем Хорошо Их В общем-то Всех и назвали Русские Потому что Это глагол Русские Это какой Чей Отвечает Воронеж Передали 1922 Воронежской области А в 22 В 1922 Левская область Где была? В Австро-Венгрии Опа Уровень интеллекта У Миколы Русницы На самом деле Это Геннадий Хазан По-моему Как его фамилия Это уровень Интеллекта Креветки Из Азовского моря Хорош Белгородского Белгородского И Волынского Воробьев Из Краснодара Приедет завтра Ага Вот с ним И за Робяном Завтра Совместный Стоим Это очень опасно Хохлов и Леню Пока тоже Держи на прицеле Они могут Переметнуться И нас подставить Харкашовский Груб 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 Украинский Угландо Начну Литаясь Да Да Украина Каталин 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 Еще раз заявляю Власть Харьковской области Четвертая И сильная Но не позволят Никому Учить нас жить Я заверяю вас Харьковской области Не будет Ни Донецкой Ни Гвоздкой Власти Будет только Харьковская Будет только Харьковская Власть Но ты мне Улица родная И мне Погода Дорога Харьковской области